Завтракай как король, обедай как принц, ужинай как нищий. Старая немецкая поговорка обросла десятками анекдотов и вариаций на разный манер. Стоит ли воспринимать эту фразу всерьез? Или способствуют ли такие принципы питания здоровому похудению? Давайте разбираться. Что говорят диетологи? Эта поговорка подразумевает, что ежедневное питание должно основываться на трех принципах. Полный завтрак, умеренный обед и легкий ужин или его отсутствие. Современные диетологи и врачи полностью поддерживают такое питание. Во мнении они единогласны. Завтрак должен давать организму от 30 до 50% калорийности ежедневного рациона. Если лишить организм плотного завтрака, он будет испытывать стресс. А долгожданный обед и ужин обязательно отложатся на потом в виде жира. К тому же именно утренний прием пищи запускает метаболические часы и ускоряет обмен веществ, которые способствуют похудению. У человека, который ест бессистемно, перекусывает на бегу и плотно ест после работы, обмен веществ будет замедленным. Даже если днем он питается с дефицитом калорий. Все будет уходить очень медленно или вообще останется на той же отметке. Чтобы похудение было интенсивным и здоровым, диетологи рекомендуют тратить на завтрак и обед 70% калорийности дневного рациона. А ужин должен быть легким. Еще одна интересная поговорка в пользу плотного завтрака. Машина не поедет, пока ее не заправят, чтобы организм мог вырабатывать энергию для работы и решения важных задач в течение дня. Важно с самого утра подкормить его полезной едой. Ученые провели ряд исследований и выяснили, что принцам с завтракой по-королевски, обедой как принц, а ужиной как нищий, на самом деле работают. Они разделили добровольцев на две группы. Первая группа съедала утром 700 калорий, в обед 500, на ужин 200. Вторая группа на завтрак 200 калорий, в обед 500, а на ужин 700 калорий. Результаты показали, что через три месяца испытуемые из группы 1 потеряли в 2,5 раза больше веса, чем испытуемые из группы 2. Несмотря на мнение диетологов, принцип королевского завтрака и легкого ужина может и не способствовать похудению. Во всем виноваты индивидуальные особенности организма. Некоторые худеющие утверждают, что плотный завтрак не помогает им избавиться от желания перекусить в течение дня. Напротив, аппетит только усиливается к вечеру. А если завтрак скромный, чувство голода к обеду даже не успевает проснуться. Команда немецких исследований проверила это утверждение и пришла к выводу. Чем больше пищи человек съедает с утра, тем больше еды ему требуется в течение дня. Спорить с этим мнением не будем, ведь такие особенности организма имеют право на существование. Итак, каков же вывод? В большинстве случаев принцип завтракай как король, обедай как принц, а ужинай как бедняк помогает худеть и поддерживать себя в форме. Но все зависит от индивидуальных особенностей вашего организма. Проверить, будет ли действовать этот принцип в вашем случае, можно только в результате эксперимента. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. Всем мир, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok